Везёт некоторым. Так что вы говорили о радио? А, по нему передают всякую нудятину. Или весь канал забивает какой-то сигнал. Не знаю, что с ним такое. Есть дела и поважнее радио. Поэтому я на него и плюнул. С другой стороны, если кто-то снаружи пробивается через помехи, это может быть важно. Кто тут разбирается в радио? Спросите у Чульски. Это офицер информотдела. Она отслеживает сообщения, назначает встречи, составляет выпуски новостей. Всё такое. Схожу, узнаю, чего хочет старик. До скорого, Уэлл. Два. Повтор сообщения. Два. Пять. Ноль. Надо бы записать и показать кому-нибудь из радистов. Друг, это важно. Повтор сообщения. Спросите лучше у Чульски. Она в конце коридора. Ноль. Ноябрь. Восемь. Девять. Два. Вы диспетчер? Не совсем, агент Картер. Я глава информотдела бюро. Глава информотдела? Как это? Я управляю диспетчерами, отвечаю за связь с гражданскими и за секретность. А сейчас, кроме прочего, не даю людям понять масштабы угрозы. Да, только паники среди населения нам не хватало. Именно. Вы и ваши агенты будете сдерживать врага, а мои люди попробуют контролировать уровень паники. У меня всего пара вопросов. Надеюсь, это важно. Что вам нужно? Мне казалось, противник глушит всю связь. Да. Станции работают в условиях сильных помех, и эффективная дальность вещания не больше пяти процентов от нормы. Тогда как вы... У нас намного более мощное оборудование. У нас дальность вещания процентов девяносто от нормы. У нас все лучшее. Что известно населению? Связи нет, люди нервничают. Но в крупных городах оперативники их как-то сдерживают. Сдерживают? То есть, введено военное положение? Пока до этого не дошло. Мы говорим, что это учение. Люди нервничают, но все в пределах нормы. Радио передает странные сообщения. Что это может быть? Я слышала. Возможно, это мячок метеостанции. Но это могут быть и инструкции по приему слабого сигнала. Толковый радист таким образом пробился бы через помехи. Друг это выжившие? Можно было бы их забрать? Есть смысл проверить. Фьюз поработает с радио, а вы давайте нам данные. Установите полосу на... Полосу на 100. Направление. Направление на север. А частота? Установите частоту 155 килогерц. Короткие волны. Давайте еще раз. Там точно что-то есть. Как скажете. Установите полосу на... Полосу на 250. Направление. Направление на восток. А частота? Частота 374 мегагерца. Ищу на средних волнах. Не буду вас отвлекать. Есть, сэр. Вы это несете. Вот думал зайти в оружейную. Меня ни о чем не предупреждали. Может, вы не заметили? Вы издеваетесь? Да, сэр. Спасибо за сливку. Обращайтесь. Вы там были. Знаете, на что он способен? О, да. О, да. Но в его личном деле... Все не так. За призраками? На этот раз нет. Я нашел человека, который сможет изменить ход событий. Позвольте представить нового старшего агента, мисс Анжелу Вивер. Агент Вивер, вам слово. Добрый вечер, агенты. Есть основания думать, что наша цель... Это что, шутка? Уверяю вас, я не шучу. Речь идет о потенциальных... Ну ладно, мисс. Возвращайтесь к себе за конторку и оставьте серьезные дела нам, окей? Держите себя в руках, агент Перси. Директор, сколько бетонных коробок чужих обнаружили ваши агенты до сих пор? Пожалуй, ноль. Сколько нашла я, работая в одиночку? Две точно, одна под вопросом. Спасибо, директор. Я могу продолжить? Слушайте, агент Перси. Может, научитесь, как делать свою работу? Да, сэр. Итак, у нас есть основания полагать, что в командование армии проник шпион. Помяни, черта. А, карта. Агент Вивер боится, что вы не сработаетесь с командой. Я бы сказал, это скорее достоинство. Как всегда, отлично, Фолк. Но что же вы предполагаете? Это не СССР. Наблюдаемая активность явно не земного происхождения. Следует рассмотреть другие варианты. Идите сюда, Картер. Есть разговор. Это вероятнее, чем кажется. И они не должны застать нас врасплох. Ладно, Майерн. Думаю, вы переутомились. Вам надо отдохнуть. Возьмите отпуск. Послушайте, это слишком важно. Мои люди уже установили полдюжины случаев возможного внешнего вмешательства. Нет, это вы послушайте. Через два дня у меня встреча с генералами. И я не стану выставлять наш департамент на посмешище. Генерал Дим собирается урезать фонды. И если это произойдет, вы и ваши люди будете уволены. Вам понятно? Да, директор. Может, насчет отпусковые правы. Так-то лучше. Езжайте на курорт. Солнце, воздух. Съездите в Нью-Мексико. Что вам нужно от меня, сэр? Вы попали сюда не случайно. У меня есть на ваш счет некоторые мысли. Я давно слежу за вашей карьерой. Вы привезли меня? Я так помню, это я вас вытаскивал, когда там начался ад. Спасибо, что подбросили, но... Я ожидал, что вы проявите себя. Я ценю то, что вы сделали, но на это я и рассчитывал. Я знаю, на что вы способны. Понимаете? Ага. Вы приметили во мне божью искру, которую не видят остальные боссы. Так? Нет, не боссы. Вы сами не хотите ее видеть после всего, что с вами произошло. И все-таки, Картер, хватит сидеть на скамейке запасных. Пора вам снова стать настоящим агентом. Вы хорошо подготовились. Вам что, много платят за такие наблюдения? Но в одном вы правы. Я не стану отсиживаться, когда эти твари рвут мою страну на части. На это я и надеялся. Что известно о противнике? До сегодняшнего дня у нас были только странные и разрозненные факты. Мы даже не были уверены, что они взаимосвязаны. То есть? Во всей стране находили залежи вещества, которые назвали Элерием. Были природные аномалии. Еще мы сталкивались с так называемым истончением. С местами, где пространство искривлялось. А потом как бы исчезало. И все держали в тайне? В такие новости никто не верит. Или тут же вспыхивает паника. Да, круг посвященных был узок. Что это за место? Его же строили не для того, чтобы спасаться от чужих. По большому счету мы используем его по назначению. База изначально создавалась на случай вражеского вторжения. Все эти люди служат здесь? Нет. Обычно здесь находится минимум персонала. Но есть отобранная группа. Люди всех воинских специальностей, которые знают о базе. И у них есть приказ. Прибыть сюда в случае вторжения. Я ничего об этом не знал. Досадные упущения, если учесть ваши действия в Грум Рейнже. Каков план? Наша первая задача — раскочегарить эту базу на полную мощность. Лучший способ борьбы с более совершенными технологиями — захватить их и научиться их использовать. И у нас есть для этого средства? Лаборатории пока не готовы. Но у нас уже есть человек, который возглавит исследования. Доктор Дреслер. И работать он будет не один. Сейчас я собираю опергруппы для разведки и для поиска новых сотрудников. Я загляну в дежурку. Да сил вы уже там. Он поможет вам подобрать команду. Свободны. Здравствуйте, сэр. Как они выглядят? Говорят, некоторые похожи на нас. Да ну, я же их видел. Они как, ну не знаю, как чудища, что ли. Заблудились? Дежурком вон туда. Как поживаешь, Картер? Да, директор. Сейчас ему передам. Садитесь, джентльмены. Директор Фолк лично отобрал вас для этой работы, а я буду вашим командиром. Я горд работать с вами, мистер. Уэл, идите сюда. Есть разговор. Но директор толком не рассказал, что мы будем делать. По большей части то же, что и всегда. Вы все опытные агенты. Все приходилось работать в неблагоприятных условиях. Еще бы, мы лучшие из лучших. Как и любая полевая работа, ваше задание будет связано с повышенным риском. Да, но директор Фолк говорил что-то про необычных врагов. Да. Думаю, с такими вы еще не сталкивались. Так что, мы не будем бить красных? Так что за враги-то? Мы полагаем, что обнаружили новую угрозу этой страны. Наша задача узнать точную природу их организации. О, понятно. Вроде как. Мы против любого врага выстоим, сэр. Да. Ну, как-то так. Только что звонил старик. Говорит, какой-то ученый исчез. И прихватил с собой свои материалы по взрыв веществам. Вы думаете, это диверсант? Возможно, но паника нам ни к чему. Ученым сейчас занимается Нильс, а вам надо подготовить группу, чтобы помочь в случае чего. Уилл, наберите себе группу. Хватит сольных номеров. Продолжение следует... Продолжение следует...